здравствуйте я художник просто у меня закончились холсты и поэтому теперь я выгляжу вот так и почему-то дома все пугаются сейчас 9 часов утра и мне придется делать завтрак в одиночестве на завтрак буду делать вот такой рулет яичный его можно выполнять с различными начинками для всех присутствующих в этот день за столом получается очень быстро и вкусно и и рецепт я вам уже показывала как я делаю вот такие рулетики оставлю еще раз в описании к этому видео масочки которые у меня были сегодня утром на лице это от микролис маска с какао и глина благодаря этому эта масочка не сушит кожу и вот такая маска которая вам показывала в видео о том что нравится мне в последнее время любимая за последнее время уход 40 плюс от айзенберг она расслабляет как бы релаксирует и одновременно увлажняет кожи чуть-чуть отбеливает я наношу ее на зону шеи тюкальты иногда на лицо на обед заранее замариную ножки куриные будем их потом запекать с вами с овощами мариную в имбире точнее понадобится только сок вот от такого имбиря вы можете добавлять любые специи у меня куркума и чеснок слегка подсаливаю и оставляю часа на два затем буду резать картофель довольно крупными дольками укладывать на специальную бумагу таким образом он и не пригорает и запекается лучше и сверху добавляю овощи те которые есть данный момент обязательно промываю я имею ввиду овощи замороженные сверху укладываю курочку уже промариновавшуюся за это время кстати добавляла в и лук не сказала вам кусочками и буду запекать под закрытой крышкой примерно 200 градусов где-то минут 40 и далее я ее проверяю вилкой если уже мягкая курочка то я открываю крышку и довожу до нужной мне кондиции для того чтобы она уже выглядела красивой корочка запеклась получается очень вкусное быстрое блюдо на мой взгляд можно варьировать с различными вариантами мяса очень вкусно я попробовала практически все средства кроме маски еще это впереди увлажняющие от российского бренда adelaide должна вам сказать что мне не подходит эти средства для лица по той простой причине что либо они недостаточно для меня увлажняющие питательные у меня склонны к сухости кожи в такой вот отопительный период возможно летом они бы лучше подошли но и наверное только если на зону т например но точно не под глаза то есть все эти средства для меня недостаточно питательные и как ни странно средства на которые очень сильно надеялась урия 30 процентов то есть 30 процентов мочевины который сильно должна вроде бы увлажнять тоже не подходит для лица я честно говоря планировала использовать ее в холода для того чтобы ну в общем устранить так какие-то шелушения на лице возможно но они все прекрасно подходят для рука поскольку вот эта серия с оливой подошла моей маме она сказала что в принципе ей нравится такой эффект когда не жирная кожа не липкая все впиталось идеально а я-то как раз люблю наоборот вы знаете да пусть будет жирненькая пусть даже будет чуть-чуть липкая но зато мне не будет стянутости на коже видите мы предпочитаем с ней абсолютно разные эффекты так что вот эти вот средства с оливой я отдаю ей для меня они тоже недостаточно питательный хотя в принципе ну можно наверное под макияж можно но я все-таки предпочитаю более питательные кремы а вот эти кремы с мочевиной один процентов пять процентов и 30 процентов я оставляю себе буду использовать их на ручки ножки возможно тело по необходимости ну как ни странно на руки прекрасно а лицо конечно очень очень сильно стягивают эти кремы не знаю какой причине но вот у меня такая очень тонкая чувствительная кожа кстати вот лучше всего работал на мне крем как раз один процент именно для тонкой чувствительной кожи и что еще очень важно на мой взгляд все кремы вот представленные сейчас здесь имеет очень интенсивный яркий такой травянистый аромат он натуральный но он очень очень интенсивный так что если вы не переносите ароматы то это конечно косметика не для вас мне для рук вообще отлично я на лице их особенно не чувствовала когда тестировала на лице но для кого-то это может быть решающим моментом сейчас хочу с вами просто поговорить уже мой день закончился практически и сегодня что-то очень странный какой-то день прям совсем сонный я закончила работу сняла тот легкий макияж который я обычно выполняю но практически никакого буквально там какую-то может быть каплю корректора тоже для ресничек и бровки на этом в общем все ну гигиеническая помада у меня всегда собой когда я работаю и я поняла что я просто засыпаю мне пришлось лечь на час и я на час отключилась что со мной в это крайне ну редко вечером потому что я уже стараюсь не засыпать ну чтобы просто хорошо спать ночью вот сейчас до сих пор я не могу открыть глаза представляете наверное придется кофе вряд ли пить наверное чайку хотя бы нужно будет сейчас выпить говорим я тут с другом буду обниматься вы задавали мне вопрос почему я делаю такие проекты как использовать по максимуму других они называются project pen я как-то увидела их на youtube и я поняла что меня в этих проектах привлекает ну во первых помимо того что я приняла когда-то для себя решение все-таки быть ну чуть экономнее не увлекаться какими-то покупками ненужных средств которые я потом просто не знаю даже куда деть как использовать то что я не каждый день делаю макияж если делаю то довольно такой ну легкий и поэтому я поняла что у меня перебор во первых декоративной косметики это во первых а во вторых я люблю дарить подарки у меня есть огромное желание вообще все раздарить и иногда это желание превышает мои возможности или ну какую-то необходимость потому что можно было бы это использовать можно было бы действительно найти подход к средствам и не покупать потом не тратить деньги но у меня вот знаете такая страсть я люблю делать подарки это тоже меня как-то немножко останавливает и сдерживает от неэкономных а затрат б ненужного раздаривания всего чего только угодно людям которые тоже в принципе тоже могут себе позволить это и приобрести самостоятельно третье наверное то что вас может быть действительно удивит возможно вы об этом не задумывались а те кто наверное по складу характера похож на меня а именно любит рефлексировать уже не хочет но рефлексирует все равно то есть размышляет слишком много думает о том правильно ли он ответил что можно было бы изменить и как поправить как сделать так чтобы все пути в мире были счастливы ну в общем вы меня понимаете да какая излишняя забота о вселенной которая вас об этом не просила нужно как-то приземлять себя я поняла что для меня это работает как такой психологический тренинг то есть я когда начинаю думать о деталях об очень очень простых деталях допустим сколько сантиметров помады ушло за проект я прекращаю рефлексировать о таких вещах которые я не могу никак изменить ну к примеру ситуация в стране в ситуации с соседними странными характер каких-то моих близких людей ситуации вокруг меня в целом отношение ко мне людей моё отношение к этим людям ну то есть такие вещи которые от меня практически не зависит но я очень сильно и много об этом волнуюсь и думаю такие вот проекты ну во первых помогает экономить во вторых меня лично приземляют немножко да то есть я прекращаю видать в облаках я прекращаю волноваться я прекращаю думать о вселенских проблемах на которые я никак не могу повлиять я немножко как бы приземляюсь и успокаиваюсь и мне это дает чувство стабильности и вообще вы знаете я даже как-то чуть-чуть завидую людям которые могут слишком много не думать вот о том о чем думать я правда это это ненужные вещи для ну во многом они никак не помогают не могут повлиять на ситуацию и много беспокойства лишнего а вот такие проекты убирают это беспокойство вот завидую тем кто может вообще об этом не думать ну то есть не волноваться чужом мнении например целый день размышлять о том что он наденет завтра и точно знать в какой период времени каким кремом он воспользуется точно знать все названия баночек точно помнить цены знаете помнить какую приправу в какое блюдо он когда добавил и какое средство с каким лучше всего работает сходить прям вот знаете детально то есть это другое сознание мне к этому полезно стремится то есть я не хочу стать таким человеком который только об этом думает но у меня это немножко приземляет я прекращаю думать пушкинским языком волноваться глобальных проблемах и вот таким вот образом на мне это вот так работает как бы не смешно это звучало то есть я делаю это специально для того чтобы сего самой себе по не знаю что делаете вы и вообще много ли у меня таких зрителей напишите если вы такой же человек который много ну не то что беспокоится просто по пустякам не нервозный нет а именно вот много размышляет и ну чуть-чуть наверное волнуется за какие-то вещи за которые наверное и не стоило бы волноваться нужно было бы расслабиться и вы знаете правда это помогает как ни странно сейчас наверное уже буду с вами прощаться потому что пора я так понимаю уже ужин готов нужно уже кормить мужа сейчас приехал там тихонечко переодевается в домашнюю одежду надеюсь придет нам скоро посылка из сайта василёк мы сказали там некоторые забавные вещи по поводу которых муж так улыбался и сказал ооо я уже размечтался в общем расскажем вам и покажем будем веселиться дальше насколько понимаю вас также радует наше видео как и нас мы прям обожаем что-то такое вместе делать весело и забавно и давать к чему-то свою оценку ну а тем более в принципе все бюджетно и хорошего качества нам нравится сейчас уже наверное нужно будет монтировать следующее видео так и осталось третья часть у меня не смонтированная о том что съела моя кожа и там довольно много уходовых средств надеюсь это видео тоже будет для вас полезно пишите пожалуйста что думаете вы по поводу того чем я сегодня с вами поделилась как вы себя чуть-чуть приземляете как вы на себя организуете так чтобы не сильно как-то переживать волноваться и и думать вселенскими масштабами да там если смысл жизни и думать об этом каждый день ну то есть вот мне это помогает вот спасибо огромное что вы сегодня были со мной я желаю вам удачи и будьте благодарны за все что имеете буду пить чай ну